На протягу года областная акция «Моёй Краине» пройдет во всех районах в области. То, что она начинается минавито у Хойниках, Нельга лишится выпадковостью. Хойнинский район – один из наибольших потерпелых у вынеку аварии НШС, с долю отрадится и зараз демонструя далеко не самые горшие показчики развития. Але и забывать про эту трагичную сторонку истории Нельга. Жалобный митинг, каля монумента отселенным вёском, не просто напомин об наступствах чернобыльской катастрофы, але и заклик до сучасной молоди. Жить необходно так, каб не покидать пасля себе руины и мёртвые городы. По судности, и головная задача областной акции «Моёй Краине» – объеднать махчимости громадских организаций и политичных партей для дальнейшего розквиту Беларуси. У нас у каждой организации, у каждой партии есть свои цели, свои задачи. А вот такое, чтобы общее, чтобы мы могли вместе собраться, могли вместе что-то обсудить, могли вместе что-то такое сделать и так далее. И вот была такая идея сделать акцию «Моёй Краине». И, конечно же, общественные организации будут что-то своё придумывать. Вот я знаю, что Белая Русь готовит очень такой интересный, как агитпоезд. Это будет у них и подключают медицинскую общественность для обследования пульмасканы, консультации узких специалистов, врачей. То есть вот в рамках этой акции всевозможные мероприятия такие будут проходить. Идея проведения акции «Моёй Краине» народилась на Гомельшине и Пакульхена проходит только на территории нашей области. Пришим, коли летость у дельники рабили добрые справы и поведомляли про это у интернете, всё ли эта акция пройдя у новом формате. На протягу года у каждом районе отбудутся массовые мероприемства с уделом мясцового насильства, громадских организаций и политичных партой, уклюшающих их мясцовые филиалы. С 2014 года в социальной сети ВКонтакте была создана группа Хоникский районный совет пионерской организации, в котором освещаются все проделанные дела, которые сделали пионеры. Она пользуется большой популярностью как у подростков, детей, так и у взрослых. Акция «Моёй Краине» рознобаковая и продуглеживая проведение самых разностайных мероприемств. От показальных выступлений у байкеров, у дымляку с мясовых мотоклубов до акций районных отделов Министерства по назвычайных ситуациях. Генарымся, что навучили? Гэты слоган сёня напылны ведая переважная большая жахара в Беларуси. Не просто зарабить дятинство беспечным, алей навучить самих детей, поводенным подчас назвычайных ситуаций. Для воротовальников гэта одна з головных задач. Андрею Виннишанку 9 году. Подчас акции «Ёну першыню» наделся правдный костюм пожарного и сустрелся с супрационниками МНС. Кажет, что хоть спецадзене для его крыху тяжкое, и он усердно вельми задаволенный, бо даведаўся шмат цекавага и карыснага. Как пожарники тушат пожар, какую они одежду носят, из чего состоит огнетушитель. Абластная акция «Маёй Украине» – гэты не толькі разнастэнные карысные мероприемствы, але і обаевязкова подарунки. Адабласного объяднання профсоюзаў, одной з мясцовых установ культуры – сучасный компьютер. Ад Республіканской піанерской организации конецкому райвыканкаму сертифікат на дзятячую гульнявую пляцовку. На протягу опошніх трох годов ў гэтым районі означаецца станучая дэмографічная дэнаміка, калі нараджальнаць первышаець мяроднаць. У сувязі з гэтым не толькі будуюцца новая жылё, але і стварайца адповедная соціяльная інфраструктура. У тым ліку – для адпачынку. Новую дзятячую гульнявую пляцовку усталюць калі адну з сярэдніх школ. У гэтым мікрорайоні шмат молодых сім'яв, а таму падарунок павінін быць запатрабаваным. Дзятская площадка будзюць установлена околі срэднішколы номер три в молодом мікрорайоні, гдзе много дзятей. В самой срэдній школі учыцца боле сімісот дзятей. І мы думаем, што она дзятвіцьэнна будзюць востребована, так як здесь молодые сім'я, як правило, проводзіць время со своїми дзятьми і будзут играть в том числе на этой дзятской площадке. Ініціатива по установці дзятських площадок місце з Центральним саветом піонерська організація будзет прадолжена. Абласная громадсько-патриотична акція маюй країні працягваецца. Як чакайцца 13 мая, яйе будзе сустракаць Брагінскі район. Олесі Нцюрова, Ольга Коновалова, Євген Макіянка, телерадокампанія Гомель, Схойніскага района.